Музыка Стратегическая высота 270 метров в Саурмогиле, Донецкая область. Именно там находится мемориальный комплекс Саурмогиле в шахтерском районе Донецкой области, которые по злой иронии истории в далеких 40-х годах Великая Отечественная война штурмовали наши советские воины. Именно на Саурмогиле, которая является сегодня символом непобедимой советской Красной армии, которая сломала их хребет в черной чуме, коричневой чуме Гитлеру, сегодня засели террористы. То, что в свое время там сделали фашисты, когда сверху обстреливали наши наступающие войска. И сегодня, сегодня вновь, опять-таки, я говорю, злой рок истории. Уже наши украинские вооруженные силы, пограничники, нацгвардия, сотрудники МВД, добровольческие батальоны штурмуют этот комплекс, где засели террористы. 23 тысячи советских воинов погибли. Погибли в годы Великой Отечественной войны, когда штурмовали Саурмогилу. Это главный такой символ победы в Донецкой области. Вы видите, там сейчас идет тяжелый бой, наши войска украинские наступают. Я уверен, что это высота, а высота, я напомню, стратегическая, 277 метров. Ее возьмут, это будет одним из первых символов того, что... Я сейчас не о победе буду говорить, хотя о ней тоже хочется. Символом того, что в Донецк, в Луганск, в эти регионы, в восточные регионы, наши единые делимые Украины придет мир, перестанут гибнуть мирные жители. Перестанут гибнуть украинские силовики, которые сегодня выполняют очень тяжелую, сложную, но почетную боевую работу. Вы знаете, сегодня мы предложили нашим телезрителям, вам, уважаемые телезрители, очередной наш интерактивный опрос. Сегодня вам легче будет отправить смс, это будет выражением вашего мнения, ваших мыслей, ваших переживаний, эмоций. Как вы оцените действия украинской армии в Донбассе? Вы знаете, после тех звонков, которые прозвучали в первом блоке, в прямом эфире, я бы назвал, переименовал этот вопрос. Сказал бы по-другому. Хотите ли вы, чтобы террористы с Донбасса пришли в Одессу? Объясню, почему именно так. Потому что, когда, звоня в эту студию, высказывая свою точку зрения, а заметьте, у нас действительно демократично, мы выслушаем всех без исключения. Единственное, что мне, конечно, не нравится, когда вы переходите на личности и просто пытаетесь... Пытаетесь лгать, некоторые из вас, наслушавшись российских каналов. Идет война, война с внешним агрессором. С наемниками, с убийцами, которые прошли различные горячие точки. В том числе и недавно горевшую Сирию, которая опять-таки полыхает. И вы говорите о том, что надо прекратить, армия не права. Армия права. А сегодня на Донбассе, сегодня в силовых структурах формируется элита. Элита нового государства. Элита нового государства. Это люди в погонах. Это то гражданское общество, те гражданские активисты, которые часто бывают в этой студии. Все у нас будет хорошо. Вы знаете, меня когда спрашивают, мол, зачем ты хочешь помочь новой Украине? Зачем ты вообще помогаешь Украине? Я лично отвечаю только вот таким образом. Это мысли пришли такие, знаете, что когда ты хочешь сделать доброе для Украины, для Одессы, что-то хорошее, позитивное, не надо спрашивать зачем. Если любят, так любят. Видите наш интерактив на своих экранах. Итак, как вы оцените действия украинской армии в Донбассе? Положительно. 093-710-75-88. Если отрицательно, вы с этим не согласны, что там необходимо навести порядок и привести все в мирное русло. Телефон 093-403-00-52. И только смс мы принимаем. И сразу говорю, вот телефон, на который поступают положительные отзывы от наших телезрителей. Вот телефон, на который поступает отрицательное мнение. Ну вы знаете, вот это, конечно, даже не смешно, но я горжусь тем, что на этот телефон, где негативно оценивают действия украинской армии на востоке страны, пришла за это время, за полчаса предыдущего эфира, только одна смска. Это слово положительное. Ну вот так. Подведем итоги интерактива, потом к концу эфира будут следующие еще два блока. Вы знаете, что еще хотелось бы сказать. Под Славянском ряд населенных пунктов украинская армия уже освободила. Террористы, я надеюсь, все-таки дрогнули и бегут. Хотя со стороны Российской Федерации есть распоряжение главного пограничника Российской Федерации всех террористов расстреливать. Никому не дадут перейти границу Украины и России. Есть такой документ в следующем выпуске, я вам обязательно его покажу. Всем Фомам неверующим я вас отправляю к вашему любимому сайту. Называется он РИА Новости. Российский сайт. Почитайте там. Это не украинская СМИ. Это государственная СМИ России. Что они пишут? Они не примут террористов к себе обратно в Россию. Они им там не нужны. То, о чем мы говорили в этой студии. Итак, 737-7310. Телефон прямого эфира. Мы говорим о проведении антитеррористической операции на востоке страны. И будем говорить о том, что нашим одесситам, нашим солдатам, офицерам, которые защищают Одессу, Украину, там, в Донецко-Луганской областях, сегодня необходима помощь. Конечно же, она материальная. Но о моральной, кстати, тоже надо говорить. Не поехал еще ни один одесский артист туда, на восток, выступать. Киевляне едут. А вот нашей артисты нет. Странно. Но об этом в следующий раз. 737-7310. Телефон прямого эфира. У нас вот таким громадским телебачением становится Медиаинформ, в отличие от других каналов, не только политики, но и общественники. Один из них в этой студии Павел Поломарчук, волонтер. Человек, который очень много занимается не только комментарием тех или иных событий в социальных сетях, прежде всего в Фейсбуке. Но человек, который очень много со своими друзьями, единомышленниками, сделал уже для украинских силовиков, которые уехали на Донбасс, которые уедут еще. Мир придется восстанавливать на какой-то период. Паша, добрый вечер. Добрый вечер. Вот я уже вкратце рассказал, каким был наш первый эфир. Тоже здесь была Алина Подолянко, общественник. Привет, Алина. Да, ты ее хорошо знаешь. Вот поступает сейчас сообщение на этот телефон, положительно оценивать действия украинской армии на востоке страны. и телезрители. Твоя оценка, при том, что, давай понимать, есть мнение людей, я их тоже ценю, это их мнение. Я их ценю, потому что они говорят о погибших мирных жителях, о том, что там происходит. Твоя оценка этим действиям украинской армии, и с точки зрения военного, общественного, это первый вопрос. И второе, что хотелось бы сказать тем людям, которые вот так переживают, требуют остановить антитеррористическую операцию, хотят мира, я их тоже понимаю, но и опять-таки не соглашусь с тем, что без силового воздействия на убийцы, бандитов, сегодня можно как-то принести мир на Донбасс. Много говорил, теперь твое право. Первое, хочу немножко поправить, я не гражданский активист, я волонтер на общественных начарах, и то-то так. Ну сегодня давай так, давай так говорить, гражданский активист, я хочу, чтобы люди понимали, все, кто высказывает активность в гражданскую позицию, уже имеют право называться гражданским активистом. Хотя, давайте говорить так, гражданин Украины или Одессит? Вот Одессит еще. Одессит, да, кстати, скоро будет презентация, скорее всего, громадского объединения Одессит, который Алексей Элс собирается наконец-то организовать и так далее. Думаю, что он придет и расскажет об этом. Он уже приглашен, кстати, в эту историю. Я думаю, что многие из нас и ряд журналистов будут пересекаться, будем чаще видеться, в том числе. Игорь Николаевич Покровский, кстати, тоже уже говорил о части в наших эфирах. По поводу войны и военных действиях. Ну, слава богу, что Петр Алексеевич Порошенко прислушался к глазу народа. То есть, известно, что было три дня перемирия, 72 часа, страшных 72 часа для украинской армии, для Украины. Более 30, там 22 военных, потом еще 6 погибло. Более 30 военных погибло за это время. Это люди, которые реагировали на это в Киеве, собрались, как известно, вчера на Майдане. Под администрацией президента туда приехал Семен Семенченко. Он тоже высказал, что... Да, совершенно верно. Я тоже хотел такую аналогию провести. Получается, дело в том, что когда мы говорим... Ну, есть два таких поговорки или пословица, или высказывания, скажем так. Кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить рано или поздно чужую. И второе высказывание, которое более... Даже это не высказывание, я вот мысль свою так сформулирую. Получается, мы говорим только о военных действиях, то есть о линии фронта, о наемниках, о том, что... Бригады и прочее. Но мы одновременно думаем о мирных людях, которые живут там. Вот это, что я ехал сюда на эфир, ну, обычная мирная жизнь за окном. То есть люди не понимают, что если бы там 3 марта не было... Мы бы не отстояли Одесскую государственную обу администрацию, когда прокурору разбили машину, и с помощью обязанности прокурора разбили машину посреди проспекта Шевченко. Представители молодежного единства, да, Антон Дариченко, который находится в Киевском СИЗО. Да, тащили его, извиняюсь за куртку, подписывать референдум дословно. Там масса процессов в этот день была. Я очень, ну, крайне негативно, честно скажу, отношусь к нашим силовикам, в частности к министру, не к силовикам в плане армии, а к силовикам, к министру внутренних дев и так далее и тому подобное. Их есть чем обвинять. Но на тот момент, спустя 20 минут после того, как пошли сигналы о том, что есть и оружие у этих людей и так далее, площадь была в внутренних войсках, чем это все закончилось, мы знаем. То есть, людей, которые отстаивают проукраинскую, проодесскую позицию, к концу дня было больше 5000 человек, сняли российский флаг, и у нас не прокатил донецкий сценарий. Хотя все, давай вспоминать события эти, да, вот оказалось, это уже где-то в историю кануло, нет, оно свежо в памяти, хотя все начиналось, мало того, что действительно, как у Луганска и в Донецке, когда там захвата зданий, когда те же силовики сдавали, я про МВД тоже говорю, сдавали оружие в том числе, но сегодня, правды ради, хочу сказать, в Донецке в центре идет перестрелка, вот когда мы с тобой общаемся, дай бог, чтобы все были живы, хотя есть сообщение о погибших милиционерах, нашим представителям МВД удалось отбить здание главного управления МВД в Донецкой области. слава богу, да, потому что там, ну, беснуются террористы, потому что зажали их так, и дай бог скоро все закончится. Ну, террористы, они высказывания своего лидера и шефа, Владимира Владимировича Путина, которым мы прикроемся щитом из женщин и детей живых, они полностью его используют. Я, в частности, вот критикую Петра Алексеевича за это перемирие, не то чтобы критикую, а высказывая негативную позицию, поскольку военные, которым мы помогаем, мы имеем с ним обратную связь, причем, когда пытаешься помочь, ты, ну, у нас общество тотального недоверия. Я не верю генералам, я им просто не верю и точка. Если мы хотим что-то сделать, то либо мы пока не увидели или солдат, или сержантов, или капитанов хотя бы, у которых на глазах солдат и сержантов происходит выгрузка, обмундирование, описи и так далее и тому подобное, мы ничего не делаем. Поскольку, к сожалению, такие случаи даже в низовом, рядовом составе, а давайте, ну, типа, а зачем это солдата? Ну, умирают же люди. Нет, они есть. Ну, вот я только что ехал на эфир. Мне, мой знакомый, с которым я познакомился на почве волонтерства, кстати, ну, не связанного с армией, а связанного с обеспечением прав, скажем так, на жизнь и здоровье заключенных, он мне рассказал историю. Я тут передал ненужный мне бронежилет ему. И он рассказал, что, когда он этот бронежилет отдавал кому-то своему знакомому, у них там в части была такая ситуация, при котором они получили от других волонтеров. Кажется, даже от Феникса, не помню, точно не буду в деталях, какую-то огромную передачу чего-то. И кто-то там из среднего состава толкнул мысль, давайте мы это все отвезем и так далее, и тому подобное. К сожалению, ну, у нас было МММ в этом государстве, у нас был 92-й год, там, 91-й с обесцениванием вкладов и прочее. Люди все это пережили, то есть, и поговорка, кому война, кому мать родная, она никуда не делась. И опять же, да я закончил свою мысль, то есть, ты едешь, ты видишь там, вот выглядываешь в окно, выйдешь обычную мирную жизнь, люди не понимают, что если мы не отстоим это в Донецке, это может полыхнуть здесь. Причем предикторы различные, геополитические, предикторы, возможно, ну, у нас 14-я армия, стоит 15-й бок в 30-ти километрах от города Раздельное. То есть, говорить, насколько, ну, порт, там, нефтепровод, НПЗ, насколько важен наш геостратегический регион, то есть, план Вадима Владимировича Путина такой. Ах, вы хотите в НАТО? Я устрою вам protection belt, ну, это, то есть, поезд из... Паша, я, конечно, сейчас немножко иронии добавлю, да, не к тому, что не оцениваю серьезную ситуацию, я ее прекрасно понимаю, может, даже больше, чем некоторые из наших телезрителей, ну, так получилось. Но, тем не менее, я, конечно, понимаю, что Владимир Владимирович Путин, я его так помягче всегда стараюсь сказать, гражданин Путин, который сегодня является царем... Ну, Путин. Царь всея Руси, скажем так, да, я понимаю, что он тебя не слушал, вряд ли смотрит наш эфир. Ну, это его личная беда, да. Тем не менее, вот, ты говоришь такие вещи, он уже сказал о том, что, ну, как я у нас с тобой советовался, что он, оказывается, Крым, почему оккупировал, а потому что он, наш украинский полуостров, некогда Крымскую область, у меня, кстати, в метрике написано, я родился в Крымской области, так вот, он спасал от НАТО, да, когда там НАТО и близко не было, да, зато был Черноморский флот, нарушавший постоянно договоренности с Украиной, Маякия, Херсонщина, Северный Крым и так далее, и тому подобное. Но ведь это не оправдание, это же, ну, детский лепец, вспоминаем эти медали, да, за присоединение Крыма, еще ничего не начиналось, а на медалях уже выбита дата начала войсковой операции в Крыму, заранее, до того, как. Да черт с ним, с тем Путин, как говорит Ахметов, вот тут я процитирую, да, Ренат Леонидович, хоть с чертом лысым договариваться, но не согласен, не хочу договариваться с лысым чертом, на то он и черт, лысый, волосатый. Как ты думаешь, вот насколько, ну, это, давай так, взгляд обывателя, уж ничего личного, не обижайся, взгляд общественника, обывателя, волонтера, надолго там в Донецке, вот военные говорят разные, а вот ты как черт, дожданский. Надолго. Ну, я этих людей, некоторых людей, живущих в Донецкой области, я знаю, как своих знакомых, у них немного другой склад мышления, то есть, не то, что там западная Украина, центральная Украина, или Киев, или даже мы, Одесса, город торговцы, предприниматели, и так далее. У них все-таки более патерналистская струя. Они вот, в 5 утра должен прийти троллейбус, который отвезет нас на завод, и так далее, и тому подобное. Я вот, когда в прошлом году был, ну, немножко от темы отвлекусь, но когда в прошлом году был чемпионат Европы по футболу, я со своим другом ехал, кумом, ехал из Киева на футбольные матчи, и я вот впервые, я до этого в Донецк, ну, проезжал, когда я спал, я не видел этих мелких городов, которые между Днепропетровском и Донецком. Когда Днепропетровская область заканчена, по Волгоград, кажется, город. И мы заехали, так кажется, в тот же Краматорск мы попали. Ну, такое ощущение, как будто я попал в 86-й год, в самом плохом, то есть, ну, неподметенная улица, она мне напомнит какую-то районную больницу заброшенного поселка в 86-м году. То есть, у нас, извините, все первые этажи, там, взять Измаил, Ильичевск, Катос, Беляевку, все первые этажи у нас в мелком и частном бизнесе. Там этого нет даже близко. То есть, центр города Донецка, да, вылезан. Отель Премьер Палас, это красивая арена, отъехать дальше в Макеевку, переехать эту речку Кальниус, или как, отъехать туда, ну, этого нету, а если поехать в направлении Луганска, Харькова, или заехать в какую-нибудь, я кажется, я был в Сваленске, кажется, вот полтора года назад, ну, разруха, это, она разруха там и в жизни, и в головах. Так вот, эти люди больше настроены на сильную руку, на патерналистскую руку. Ты знаешь, кого сейчас процитировал? Вот я тебя ловлю на том, что ты кого-то цитируешь, вольно или невольно. Ты процитировал, я об этом тоже раньше говорил, командира батальона Артемовского, человек, председатель райадминистрации Красного Лимана, разбомбили дом, слава богу, семья не погибла, бежали, успели от бандитов. И он создал, чиновник, вот такие чиновники нам нужны, создал батальон Артемовского, сегодня человек воюет, реально воюет. Так он сказал, что хотите вы, не хотите, обращаясь к киевской власти, Донбасс понимает решительность и твердость. Я не говорю про силу, да бы меня не обвинили, я призываю к вооруженным каким-то действиям, они уже идут, с бандитами будет покончено. Ты говоришь, а ну смотри, вот такая цитата, наша песня хороша, начинай сначала. Это я вам нравится. Да, я процитирую дальше. Я знаю, что ты писал, я хочу, чтобы телезрители понимали. Снова собираю, на этот раз малоподъемную сумму, но глаза боятся, руки делают, помощь военным на фронт. Вопросы, где власти, почему опять мы, и прочее, задавайте, я и сам их задаю, но у меня нет на них ответа. Это наш герой в социальной сети в фейсбук пишет. Между тем, в ленте почти не осталось человека, который, вдумайтесь, фраза, которая меня задела и шокировала, может быть, даже, человека, который бы кого-то из дальних знакомых или родственников или по Майдану не похоронил. На дворе 2014 год. Украина. Восточный фронт. Из Верния, ведь одной из военных структур, мы не будем, я не буду озвучить, что здесь требуется для наших военных структур, хотя, в принципе, Паша, давай, наверное, зачитаешь, пока ты будешь озвучивать то, что необходимо нашим военным, а это ВСПП, Збройных сил Украины, Пивденны, Территориальное управление ВСПП, Миста Одесса. Пока Паша будет озвучивать, что необходимо в помощь нашим военным, в случае правопорядка, на экране появятся номера счетов, реквизиты, карточки, посмотрите, и кто, чем может, давайте помогать. Не надо, чтобы это шло, действительно, генералы там распределяли, а ты расскажешь, как ты будешь отчитываться, потому что я это беру под личный контроль. Давайте реквизиты на экран, Паша, а ты озвучиваешь, что там необходимо нашим военным. Мы же сначала преамбулу какую-то, да, если можно коротко, время очень быстро идет. получается, как вообще мы занялись этим волонтерством и так далее, если меня память не ошибаюсь, первый раз мы туда поехали с тобой и с Юрой Брачуком, просто когда... Брачук это я, Юрий Казарис. Юрий Казарис, извини, Юрий Казарис, Багиев Алиев, да, совершенно верно. Мы поехали туда, то есть это когда только-только, ну, оттяпали Крым, вернее, иначе мы поехали на границу в червоный чабан, кажется, это просто с херсонскими волонтерами. Я списался в фейсбуке, слава богу, ну, мне немного повезло в этой жизни, то есть у меня есть компаньон, который оградил меня от... ну, позволил мне заниматься общественной деятельностью, не спрашивают, почему я не работаю, скажем так, вот я могу этим позволить себе какое-то время заниматься, поскольку, опять же, если мы это не сделаем, люди, может быть, люди, которые сейчас гуляют с колясками, они не понимают, что когда, ну, у Путина есть огромный опыт, Рязанского шоссе, Каширского, Беслана, Норд-Оста и так далее, то есть завтра, когда будет заминирован какой-то роддом, или что-нибудь еще, да, то есть терактов, ну, тот же, там огромная череда, то есть люди, та политковская журналистка, которая уже 10 лет на том свете, которая писала об этом, ну, мы немного от темы отвлеклись, то есть получается, я подумал, что, ну, если ты не можешь пойти в армию защищать по каким-то причинам, то есть там, или комиссованный, или по каким-то причинам ты не имеешь опыта и так далее, ты можешь хотя бы помочь им, ну, то, в чем ты разбираешься. Вот, допустим, я там разбирался в товарах народного потребления, то есть и в какой-то... Вот ты написал, как бытовая химия. ну, это я утрировал. по-моему, то есть, я имею в виду, то есть, ну, солдаты, они не имеют даже, там, опять же, элементарные носки или какое-то белье или берцы, то есть, этого всего нету. Нашу армию методично, причем не только Виктор Федорович, а все, методично разрушали 23 года. Генералы ее грабили, все остальные ее разрушали. Получается, и потом пошли беженцы из Крыма. То есть, это мы два раза съездили туда, отвезли в приграничные части передачи и так далее, познакомились там с командой, мне опять же, я придержу жизнь и принципы. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам. То есть, перечислить на 5-6-5 и ждать сентября месяца, когда эти деньги, наше черепашье правительство или правительство улиток, переплавить, я понимаю тендера, я понимаю процедуры, я понимаю жить по-европейски. Это деньги, которые перечислили люди, которые оторвали от своих пенсий. Переплавьте их в броню, пожалуйста. И отдайте эту броню не в сентябре, а отдайте. У нас 50% людей, солдат умирают от кровопотерей. Сейчас современная медицина курирует сложнейшие патологии. Сейчас я супер, вот я не буду там грузить слушателей, есть супер работающие кровевосновывающие средства. У нас их нет в армии. Я тебе скажу больше дурная, безобразная ситуация, когда канадская диаспора собрала там на тысячи десятки тысяч долларов, привезли в Киев, они не могут растаможить. Это же бред, за такое расстреливать надо. Или пенсионеры, которые сейчас через польско-украинскую границу перетаскивают на Сибирь, бронежилеты и каски. Каша, давай так, подходим более к конкретному. Я просто хочу еще такой момент. Мы живем в обществе тотального недоверия. И когда вот люди чем-то занимаются, сразу кто-то ищет какие-то скрытые мотивы и так далее и тому подобное. Я испытал это когда-то на своей шкуре занимаясь совершенно другим. И получается сейчас, почему я пришел в эфир? Поскольку тут мы в основном помогаем нашим беженцам из Крыма, потом пошли беженцы из Крыма. Расселение, лекарства, дети инвалиды и так далее и тому подобное. Да, у нас есть облгосадминистрация. У нас, слава богу, появились там вменяемые люди, которых мы подстегиваем. Иногда дружеские, иногда не совсем. Иногда мы их троллям. Иногда мы что-то делаем еще. Это тем отдельным разговором. Я знаю, о чем ты говоришь. Они все-таки в итоге что-то делают. Но опять же, вернулась команда, которая там была при Викторе Федоровиче. Это дела нашего губернатора. Если он наконец-то появится в этом кресле, то я думаю, что у людей будут вопросы, которые они захотят ему задать. Ну, я думаю, что за полчаса он не отобьется. Ну, может, больше ему эфира. И получается, потом мы занимались этими беженцами. Там суммы были такие 10 тысяч гривен, 15. То есть, это можно было в Фейсбуке опубликовать посты. Люди, которые тебя знают лично в жизни или кто-либо еще. Или опять же, люди, которые потеряют своих этих. Да. Я понимаю. Сейчас сумма неподъемная. есть сейчас, во-первых, звонок. Мы дадим его обязательно. Я скажу. Я пошел по эфирам. Давай я эту сумму неподъемную назову. Не пугаю вас, уважаемые телезрители. Ну, в конце концов, вы знаете, нас-то миллион одесситов, да, как минимум. Ну, по 50 копеек скинемся уже сумма. Так вот, эта сумма, не пугайтесь, я озвучу то, что реально есть. 329 тысяч 850 гривен. Да. 14 наименований. чтобы вы понимали, здесь все, что касается... Возможно, на Донбасс. Буквально через несколько минут я это зачитаю, у нас времени очень мало. Давайте телефонный звонок, Паш, и добрый вечер в прямом эфире. Добрый вечер, студия. Вот я пытался дозвониться до 17.30, но не получилось у меня. Вот. И была эта девушка ролик, единственная, подчеркиваю, единственная, с чем я с ней согласен, это насчет кончаретка. Ну, нельзя его. Это перевертышки, приспособления. Понятно. Давайте вот следующие эфиры... Еще. У Порошенко спросили. Вы олигарх? И он, глядя в глаза, прямо сказал, нет, я не олигарх. Ну, как можно верить? Ну, это фейк. Это фейк, это неправда. Я не знаю, где это вы слышали. Это неправда, когда по телевизору это было. Вы олигарху, говорит, нет. Ну, как неправда? Ну, как неправда? Ну, как неправда? Ой, хорошо, день, ладно. Или вопрос к Путину, да? А почему к свободе? Ладно, я вам скажу, если вас это успокоит, давайте, я же просил, как надо отвечать на такие звонки технарям нашим. Если вас это успокоит, то самый богатый из политиков на земле Владимир Владимирович Путин. Путин, да. Все, на этом тему олигарх. Да, олигарх. Порошенко этого не скрывает. Не знаю, хорошо это или плохо, посмотрим. Итак, Паш, давай к тому, о чем мы говорим. Что необходимо нашим военным? Я мову оригиналу, да? Вот что просят. Это именно военные просят. У меня есть копия этого письма. О полковнике Катишевского знаю лично, это служба военного правопорядка. Вот с лейтенанта, помню, много служили, я уже на пенсии, он еще служит, молодец. Так вот, если говорить серьезно, сумма огромная, надо помощь. Индивидуальный присты для ничного бачения, 14 штук. Калиматорный пристыл, 17 штук. Лехтар тактичный, цевьё тактичное для автомата АК. Бинокль ничного спостережения. Здесь нет одуванчиков, здесь нет памперсов и всего остального. Тепловизор, GPS-навигация, метеостанция для снайпера, валлистический калькулятор, тактический рюкзак, аптечка модульная, вантажный пиццумок модульный в ВЛЭКе, пиццумок гранатный двинный, костюм захистный, лэши и лито. Тут все вот эти номинования, количество, естественно, разное, цены есть. Сейчас вы реквизиты видите на своих экранах. Мы будем еще об этом говорить. Я думаю, что Одесситы и то общественное объединение, которое, я надеюсь, скоро будет презентовано простым, но очень емким названием Одесситы и станет тем катализатором, которое общество подтолкнет к социальным инициативам. Я знаю, обращаясь к Одесситам, что многие из вас, и Паша лучше меня даже знает, многие из вас уже помогали, отправляли СМСки, 5 гривен, наверное, мы 10, кто мог, сколько. Давайте поможем, давайте нашими усилиями, нашими финансовыми возможностями установим мир в Украине. Но это самое главное. Страшно, когда гибнут мирные жители. Когда дети гибнут, в школу 1 сентября уже многие не пойдут. Их нет на этой земле. Паш, 3 минуты буквально до конца эфира. Говори. Я быстро тогда продолжу свою мысль. Если ты хочешь что-то сделать хорошо, надо это сделать самому. И если у тебя позволяет какое-то время не работать, а посвятить общественной деятельности, то это лучше делать. Что мы, собственно, и делаем? К сожалению, сегодня пришла волонтер, девушка, которая намного больше понимает, собственно говоря, в продуктах, которые мы закупаем, поскольку она занимается этим более профессионально и так далее. Мы, когда увидели эту последнюю неподъемную сумму, решили что делать. Ну, как бы, Одесский форум мы давно там, в Фейсбуке мы давно, и так далее. То есть, люди деньги сбрасывают даже за границы, на вебмане перечисляют и прочее, прочее, прочее. Мы решили все-таки... Кстати, из России тоже перечисляли. Я впервые 32 года в телевизионном эфире. То есть, ну, потому что другого выхода нету. То есть, свои деньги давным-давно закончились, получается. И что еще хочу не даже закончить, а... А, у нас есть группа, которая была названа по изначальной нашей помощи беженцам. Это Одесса Куяльник, поскольку у нас первые беженцы из Крыма были расселены в санаторий Куяльник. Одесса Куяльник или СОС. Там есть координаторы. Это Вячеслав Немов, там, Артем, НАТО и так далее. У нас еще много людей, которые этим занимаются. То есть, я вот решил, как бы, ну, там, честь свою... Опубликовать свои карты. Я считаю, надо делать так. Вот на карту будет перечислено. Я лично приехал, в части сгрузил. Мы это сняли, показали в эфире, как это мы делаем. Туда я свои, как бы, деньги, деньги своих знакомых на Чингаре и в Червонном Чабуне. Чтобы... Потому что мы, я согласен, мы живем в обществе тотального недоверия. Потом вопрос, вот, как на этом нагреться и так далее. Ну, тут такое, если не мы, то кто? И закончу я словами Семена Семенченко, у которого... Я хотел этим заказать, говори, ладно, переплатил. Потому что не то. А может? Это комбат, получается, батальона Донбасс, который в комментариях, это не пост у него был, именно в комментариях, но мне это очень понравилось. Хотите помочь украинской армии, да, родине, украинской армии или родине, выберите двух солдатов, вот Вагиф и Юрий в курсе, у нас там подшефный танк был, на Шангаре и бригада, куда мы отвозили высоту, то, что мы первый раз занимались. В общем, выберите двух солдатов, оденьте их, обудьте, экипируйте, и так вы поможете родине. Я бы еще добавил одно. И встречайте, когда наступит мир. Да. Спасибо огромное. Павел Фаломарчук обращается за помощью к вам, уважаемодесситы, мы обращаемся за помощью к вам. Если не мы, то кто же? Никто кримнаст, как говорят десантники. ВДВ 200, возможно, 200 вариантов. Давайте поможем украинским военным и в нашем общем доме под названием Украина в нашей любимой Одессе будет мирно, хорошо и спокойно, комфортно. Чего вам всем желаю. Увидимся через несколько минут. Ветераны войны в Афганистане будут в этой студии и их видение на происходящие процессы вы увидите в прямом эфире. Паш, спасибо огромное. Вам спасибо. Будем помогать. Мы одесситы. Спасибо. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин